Добрый день, дорогие друзья. Хабаровск, 4 сентября 2019 года. Пора наконец-то внести в ясность в том, кто и как голосовал по вопросу пенсионной реформы. Тут член ЛДПР, некий злой дальневосточник Каян, придя в себя после контузии головного мозга после дебатов со мной, ну и подлечив свои раны, опять вышел в эфир и начал распространять фигню, вот я цитирую, что его огорчает, что сторонники КПРФ распространяют ложь, что якобы ЛДПР поддержала пенсионную реформу. Сейчас разберемся. Вы понимаете, эти люди, вот вообще Каян, Фургал, они ведь врут, как дышат. Помните, Каян рассказывал, что у меня есть какая-то особая дипломатическая пенсия, хотя этой пенсии вообще в природе не существует, но в Российской Федерации, то они плели там, что я в гостинице живу за 54 тысячи рублей в сутки. Мы такую, честно говоря, даже в Хабаровске не нашли, Каян, наверное, знает, где она. Итак, смотрите, друзья, давайте разберемся. В пенсионной реформе что было важным? Любой закон в Российской Федерации, включая пенсионный закон, принимается в трех чтениях Государственной Думы. Первое чтение, ну, можно так сказать, пробное, да, обсуждается закон там и так далее. Это как бы приступают к нему. Второе чтение, самое важное, это закон принимают за основу, то есть вот он уже есть. Третье чтение носит редакционный характер. Что такое редакционный? Проверяют там на орфографию, на правильность упоминания там каких-то ссылок там на какие-то законы. То есть это формализм. Итак, запомним, друзья, основное чтение любого закона, включая пенсионного, второе. Но в отношении пенсионной реформы есть еще одна важнейшая деталь, которая различает первое чтение этого закона от двух других. Вы помните всю эту дурацкую историю? Когда наше правительство предложило варварский пенсионный закон в тот же самый день, когда начался чемпионат мира по футболу. Надеюсь, что мы это все, так сказать, выражаясь их языком, people's have it. После этого уважаемый президент сказал, что это безобразие, что надо внести смягчающие изменения. Ну и вы помните эти изменения, да, что женщинам, ну если так можно сказать, скостили, да. То есть они должны были выходить на пенсию по законопроекту правительства там в 63 года, стали в 60. Плюс там что-то про многодетных, какую-то фигню добавили, там про коренные народы севера, какой-то бред. Почему коренные народы севера должны иметь меньший пенсионный возраст? Я к ним с уважением отношусь. Надо защищать их язык, там традиционный образ жизни. Все правильно. Пенсионный возраст-то здесь при чем? Ну это, знаете, такой вот антураж. Путин как бы учел мнение народа и смягчил. Поэтому, внимание, теперь очень важно. В первом чтении в Государственной Думе голосовался допутинский проект. Проект правительства. Ну то есть где еще женщинам 63 года там и так далее. Во втором чтении учитывались поправки президента. Ну грубо говоря, во втором чтении принят тот самый закон, который сейчас вот на нас и сбросили, да, пенсионном этом геноциде. Ну а третье чтение я вам докладывал, оно уже такое ерундувое. Итак, посмотрим про либерных демократов из ЛДПР. Вот есть такой гражданин Фургал, Сергей Иванович. Узнаете, да? Которому какое-то время там назад очень не везло с охотой. Там какие-то подлые инспекторы его задерживали с санями. Ну безобразники просто, понимаете. Что пишет гражданин Фургал? Внимание, в своем предвыборном панфлете. Вы, я думаю, помните его. Я голосовал против данного закона об пенсионной реформе. Внимание, в первом чтении. Заметили, да? Про второе и третье чтения вот этот красавец нифига не пишет. Я сейчас объясню почему. Итак. Основное чтение было второе. Когда с учетом президентских поправок Государственная Дума принимает пенсионные геноциды. Про которые Фургал молчит как рыба об лед. Хотя тогда был депутатом Государственной Думы. Итак. Коммунисты. Чтобы вы знали. По второму ключевому чтению. Еще раз говорю. Каян вам врет. Потому что приводит результаты вам третьего. Неважного чтения. Итак. По второму чтению. За пенсионную реформу голосовал Единая Россия. 97% депутатов. Понятно. Значит. Фракция коммунистов. Коммунистической партии Российской Федерации. 97%. То есть 42 человека голосовало против. За ноль. Один не голосовал. Ну я не знаю. Может быть болел или был в командировке. Теперь к ливерным демократам Жириновского переходим. К тому самому. Который брызжет слюной. Требуя меня арестовать. Итак. Внимание друзья. За пенсионную реформу. Во втором ключевом чтении. Голосовал один жириновец. Значит. Против. Два. А теперь самое главное. 37 человек. Основная фракция. Включая фургалы. Не явились на голосование. То есть они отказались выступить против этого пенсионного геноцида. Это подлость жириновцев. Она традиционная. Они не явились на голосование по импичменту Ельцина в 99 году. Отказались прийти. Они не явились на голосование ключевого договора между Россией и Китаем 2005 года о демаркации границы. По которому китайцам были противоправно переданы три острова на Амуре. Они тоже не пришли. Понимаете. В этом их гнилая сущность. Выступить против боязны. Администрация президента может это заругать. Выступить за. Ну стремно. Поэтому гражданин Каян. Не врите. Вот официальное данное голосование во втором ключевом чтении. Которое у меня есть. И которое мы разместим на этом ролике. И которое еще раз показывает предательский характер партии Жириновского на всем протяжении его существования. Ни один цивилизованный, нормальный человек, которому жаль наших стариков, которому жаль нашу страну, никогда за эту Ливерную партию голосовать не станет. Я на это надеюсь. С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре. С хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может она начинается с той песни, что пела нам мать. С того, что в любых испытаниях у нас никому не отнял.